Калибания Это, наверное, звук сердца, это вибрация, это звук, который в конечном итоге выливается в мелодию, музыку, обрастает, может быть, ритмами и в конечном итоге это и получается колебание. Это музыка. Как познакомились, как сформировалась ваша группа? Начало колебаний, наверное, можно сказать, все-таки начинается. В 2006 году люди уже друг друга давно знали, потому что в музыке, в различных проектах до этого все были, поиграли, друг друга знали и в конечном итоге по интересам собрались в 2006 году. Ну и началось. Почему выбрали такое непростое направление, как альтернативный рок? Это музыка, которая просто ближе нам душевно, ближе. Для нас самих ближе, понятнее. И музыку та, которая ближе к себе, скажем так, ее и хочется играть. Другую не хотелось играть. Хотелось эту. Можно добавить. Значит, ну, в общем-то, как бы характеризовать стиль каким-то одним направлением я бы, наверное, не стал, потому что музыканты у нас все слушают и реализуются в разных стилях музыки. И, собственно, альтернативный рок – это такая сборная солянка, которая, ну, объединяет множество стилей. Потому что в данный момент, как бы, кто-то у нас любит альтернативные проекты, кто-то любит современную музыку. Я, допустим, люблю и драм-ан-бас послушать, значит, и гитарную музыку. И, как бы, не ставлю никаких для себя границ. Мне интересно работать во многих стилях, во многих направлениях. И последний наш альбом, собственно, он и отражает, как бы, вот тенденцию музыкантов работать в разных направлениях, значит. И реализовать себя в рамках разных стилей. Вот объединенное название, может быть, и называется как-то альтернативный рок. Хотя, наверное, я бы не стал таким способом описывать, значит, текущее, 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 текущее музыкальное направление. Информейшн держит на краю, держит на краю, держит на краю, ситуейшн в пользу не мою, в пользу не мою, в пользу не мою. Насколько дружен ваш состав группы? Ну, дружим мы достаточно давно, значит, с вокалистом, с Димой мы тренируемся постоянно, значит, занимаемся спортом, значит, дружим с семьями, в общем-то, как бы, собственно, коллектив достаточно дружный, слаженный. Таких конфликтов, как бы, нет особо. Ну, не конфликтуемый, ну, как-то у нас нет особо, нет конфликтных ситуаций, не было. Ну, в творчестве всегда бывают спорные моменты, и тут кто прав, кто виноват, очень сложно решать. Поэтому стараемся прийти к компромиссу, и в конечном итоге решается, решается, ну, как-то все решается, да. В конечном итоге все решается, да. ПЕСНЯ ПЕСНЯ А на гастроли ездили? В каких городах понравилось больше? ПЕСНЯ Ну, гастроли были в группы колебаний по городам Урала, Западной Сибири, по различным, сейчас, наверное, и не вспомнить уже, в рамках фестивалей, по клубам, по различным площадкам. ПЕСНЯ Мне, например, больше всего запомнился, конечно, Екатеринбург, выступление на предыдущих, старых, новых роках, Бен Холл, там, еще какие-то, названия не будем здесь, не на рекламу, да, может быть, Александр добавит что-то. ПЕСНЯ Мне запомнилось, да, извини, что я прервал, выступление у нас на горе долго этим летом, то есть, вот, я считаю, что это один из самых, таких, таких, хороших выступлений. ПЕСНЯ Ну, на самом деле, последние два года мы больше работали в студии, занимались студийной работой, и поэтому мало думали о живых выступлениях, о концертах. Были какие-то мероприятия небольшого формата, там, узкой направленности, там, это был кавер-пати, значит, в клубе «Приличное место», «Нирвановский», вот, и, ну, два года вот сосредоточенной работы в студии. До этого же мы ездили по различным фестивалям, это, значит, и старый «Новый рок», это арт-платформа «Манитогорский», это, в принципе, южная зона в Пермском крае, значит, ну, вот, сочетание вот такой вот работы на фестивалях, на живых, и сочетание работы в студии, вот, наверное, дает больший результат, поэтому сосредоточность пока на этом направлении деятельности. Вот, плод наших усилий, это новый альбом, который будет, значит, в скором времени представлен слушателям, и, в принципе, он в сети уже появился. ПЕСНЯ 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 Держит на краем. Держит на краем. Держит на краем. Какие планы у вас на будущее? Вот создали уже альбом. Дальше. Будут еще? Дальше, значит, у нас была программа максимум в 2014 году все-таки альбом выпустить в таком виде сувенирного варианта. То есть, как это сейчас называется, этот диск с коробочкой, это, наверное, будет в январе. Можно будет это все потрогать, положить на полочку, а не только в mp3-плеере себе включить. И ближайшие планы. Это, наверное, первый квартал 2015 года. Мы хотим серьезный концерт полноценный сделать с площадкой еще. Не определились, будем думать. То есть, это только в планах, ничего пока конкретного. Но, в принципе, хотим наших друзей, наших слушателей, которые слушают нашу музыку, скажем так, порадовать полноценным концертом. Вот такие пока планы у нас. Ну, хорошие планы. А теперь несколько слов для наших типичных тагильчан, ну и для ваших слушателей. Ну, хотелось бы, или на камеру, на... Ну, лучше на камеру. Тагильчанам хотелось бы, особенно типичным тагильчанам, хотелось бы пожелать, во-первых, скоро Новый год, счастья в Новом году, здоровья. Больше правды, больше честности в душе, любви. И всего хорошего. Удачи. Подписчикам паблика «Типичный тагильчанин» мы желаем, естественно, всего хорошего в Новом году, здоровья, крепкого. И самое главное, значит, увеличивайте количество участников в группе «Типичный тагильчанин». Слушайте хорошую музыку, слушайте, значит, музыку группы «Колебания». Вступайте к нам в группу, значит, оставляйте свои комментарии, пожелания. Всем добра. Всем добра. Всем добра. Спасибо. Спасибо.